Девочка-пай Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует телеканал Твой Пушкинский и кулинарная передача «Вкусные хитрости» и я ее бессменно ведущий, шеф-повар Старого замка Александр Цыганов. Сегодня я для вас приготовлю очередные блюда в связи с тем, что на улице уже жарко и погода благоприятствует, чтобы есть холодные супы. Я сегодня для вас приготовлю один из популярнейших супов, называется «Гагаспачо». Испанский суп. Для этого нам понадобятся свежие помидоры, перец, огурец свежий, лук, можно белый, можно красный, какой вы хотите, лимон и масло. Можно оливковое, масло использовать растительное. И для остроты я добавляю перец, чеснок и соус табаско. Я начну для вас все это сейчас готовить. Значит, помидоры свежие мы переворачиваем чуть-чуть и надрезаем крестом. Если вы видите, вот смотрите внимательно. Если вы это готовите из свежих помидор, то делайте вот так вот. И сейчас мы их будем очищать. Если их очищать сырыми, то они, конечно, очищаются очень плохо. Мы их сейчас будем зашпаривать. Здесь главное не прозевать вот этот момент, когда они будут уже готовы. И такой нюанс со стороны вот самого помидора, где вот у него вот с веточкой, да, зашпаривание происходит чуть-чуть помедленнее. Так что старайтесь, чтобы у вас все это было аккуратненько и одновременно. Значит, пока все это запаривается, я использую цветной перец, сладкий. Мы это удаляем, все эти беленькие прожилки. Суп холодный будет. И все это мы будем взбивать в блендере. Сейчас вы все это увидите. Суп очень вкусный, быстрый. То есть, я думаю, и для дома, и для дачи будет это вообще классно. И вообще, кстати, этот суп у меня со вчерашнего дня идет в меню, так что можете его попробовать у нас в ресторане. Добро пожаловать. Значит, смотрите, и вот с помидорами, когда они вот чуть-чуть начнут открываться, вот эти, где мы сделали надрез, вы можете попробовать немного. Если они уже очищаются, то можно их класть в холодную воду. Вот, я их кладу в холодную воду, сейчас они еще чуть-чуть у меня побудут здесь, самую капельку. Вот, также я использую красный лук. Можете использовать какой-то другой лук, репчатый. Еще зеленый. Лук шалот также вы можете использовать. Ничего страшного. Так, ну все у нас очищается все. Вот, видите, и обязательно постарайтесь, чтобы они побыли хотя бы чуть-чуть в холодной воде, чтобы они очищались побыстрее. Вот, теперь мы их очищаем. Видите, сходит кожица очень легко. Вот. Помидоры бывают, видите, не очень красные, но ничего страшного. Вот, также вы можете гаспачо сделать из каких-то, из других овощей, чтобы он был разноцветный. Вот, но вообще гаспачо, основа, это помидоры свежие. Очень получается хороший, вкусный, холодный суп. Рекомендую, рекомендую всем его попробовать. Смотрите, очищается очень легко, быстро. Вот, и теперь мы будем использовать эти помидоры в суп. Значит, смотрите, мы их нарезаем на 4 части. Все это, я не знаю, сейчас посмотрю, если нам хватит вот этих помидоров, то хватит. Наверное, вот этого хватит. Так, этого пока не будем использовать. Так, и также масло, да, вы можете использовать оливковое масло, можете использовать и растительное. Вот тоже где-то грамм 50, наверное, масла растительного. Также соль, перец, обязательно. Сначала добавьте немного соли и перца. Потом в процессе приготовления, взбивания супа, я думаю, вы сможете это все добавить. Добавить немного чеснока и табаско, кто любит поострее, все-таки это испанский суп, чуть-чуть табаско добавьте для вкуса, для аромата. И потихонечку, сейчас мы будем взбивать это в голомбуре. Вот у нас получился такой сок. Сейчас мы можем, кстати, тоже еще и в процессе, и в конце можно добавить сок лимона. Только освободите от косточек. Постарайтесь, чтобы косточки туда не попали. Суп очень холодный, прохладный. Также вы его можете... Также вы его можете подавать с сухариками. Ну, с сухарики я не стал сегодня делать. Он и так будет очень хороший суп. Это я вам отвечаю. Значит, смотрите, еще один такой нюанс. Если он у вас получился очень густой, не добавляйте масла. Можете добавить или кипяченой воды. Также можете добавить немного льда. Вот еще можно добавить соли немного. Остроты, мне кажется, хватит. Вообще он должен быть густой суп. Очень хороший суп получается. Даже льда я добавлять не буду. Потому что вот так хороший получается. Так, это мы все убираем. Это уже не надо. Вот суп практически нашел. Сейчас я его еще раз попробую. Чтобы все-таки... Прекрасно. Холодный суп. И начнем его немного оформлять. Значит, я использую зеленый лук. Немного свежего огурца. Для оформления. Чуть-чуть прям. Небольшую такие. Какую-либо небольшую соломочку. Так, лук зеленый. Тоже немного. Я думаю, этого хватит. Вот. И теперь мы этот суп выливаем в порезь. Он получается у нас густой. Он такой и должен быть. В общем, густой суп. Вот. И теперь немного свежего огурца. Он у нас входит в этот суп. И чуть-чуть зеленого лука. Еще раз напоминаю, вы можете это попробовать. Этот суп с карамзанки. Я думаю, вы не пожалеете. Суп гаспачо готов. Приятного аппетита. На сегодняшний день еще одно блюдо. Это салат. Салат Цезарь. Но черный Цезарь. Который тоже недавно у меня появился в меню. И вы сейчас увидите небольшое отличие. Будем так говорить, даже не небольшое. А вообще отличие от Цезарь. Который все прекрасно знают. Для этого нам понадобятся сегодня черные листья салата. Это лол, пророса и радича. И говядина, которая тоже идет в этот салат. И, само собой, заправка Цезарь, которая у меня уже готовая. И гренки, тоже черные, из черного хлеба. Я начну для вас все это готовить. Значит, как всегда, все это будем жарить. Все это делается из-под руки. У нас в ресторане это тоже делается из-под руки. Только с розбифом. То есть, это готовое мясо с небольшой кровью. Если вы придете в ресторан, вы это все увидите. И попробуете. Значит, гренки тоже мы делаем из черного хлеба. Думаю, будет здорово. Я уже его и пробовал, и ел этот салат. Получается очень вкусно и очень красиво. Листья, получается, для салата должны браться темные листья, так как он и называется. Черный Цезарь. У меня он, конечно, называется по-другому. Вы, когда придете в ресторан, попробуете этот салат. Значит, сейчас мы гренки пожарим немного, да, и я их оставлю, чтобы они чуть-чуть прям остыли. Только знаете, что будете, когда жарить гренки, ну, чуть-чуть можно добавить соли, потом чесночка. Сейчас я их на другую сторону переверну, добавлю чуть-чуть чесночка. И старайтесь их, чтобы они были не сухие, то есть внутри, чтобы осталось немного влаги. Потому что, когда вы будете есть этот салат, чтобы вам не грызть эти сухари, да, а чтобы они были такие более мягкие. Прекрасно все. Чуть-чуть можно добавить чесночка или масла чесночного. Что у вас есть, что вы хотите. Вот, прям немного их обжарили, чтобы внутри они были чуть-чуть такие вот, как еще мягкие вот эти. Видите, это будет очень здорово. Мы тоже вот эти куски практически сливаем. Ну, все у нас сейчас чуть-чуть отдадут масло, чтобы салат у нас был красивый, да. Вот, теперь мы делаем основу, конечно, салат, это салатные листья. Обязательно их рвем. Салат, видите, я использую черные листья, это салат лового роса. И салат тарадичи. Сейчас я его тоже порву немного. Ну, там примерно салата надо грамм 50 примерно на одну порцию. Я вам говорю, он будет очень красивый, темный салат. Смотрится вообще очень здорово. Вот, салатные листья тоже обязательно рвите их. И не мельчите только. Он должен быть, салат не мелкий. Также сюда используется, потом для оформления, вы видите, сыр пармезан. Вы также можете его натереть на терке, а также можете на экономке все это сделать. Я думаю, все это знают, что это такое. Значит, сейчас мы тоже, практически у нас все готово. Чуть-чуть маслицы. Сейчас мы обжарим говядину. И у нас получится такой цезарь, теплый. Я думаю, это будет очень здорово. Так, для оформления нам понадобятся помидоры черри. Можно там одну штучку, чтобы он был более симпатичный. Внутрь мы, конечно, не будем класть никаких помидор. Сейчас он сковородка нагреется. Так, говядина. Значит, я сейчас делаю вот эту говядину. Видите, нарезал небольшими кусками. Я сделал это из вырезки, из говяжьей. Чуть-чуть соли с перцем. Чтобы все-таки каждый продукт должен иметь свой вкус. А то вы пожарите говядину, и она будет никакая, но это несерьезно. В очередной раз все это на раскаленную сковородку. Значит, заправку... Заправляйте салат перед самой отдачей. То есть, а то он быстро очень оседает. Сейчас мы все это перемешаем, потому что у нас практически... Осталось пожарить говядину. Она жарится очень быстро. Все, у нас заправка готова. Солк готов. Как всегда, на раскаленную сковородку, конечно, все это кладется. Не забывайте, мясо должно... Постарайтесь заполнить всю сковородку, потому что у вас... Если вы не всю сковородку заполните, у вас может сгореть и мясо, и масло будет сгореть. Значит, у нас практически все готово. Начнем оформлять потихонечку наш салат. Листья мы смешали с соусом. Говядина у нас практически готова. Сухарики тоже. Сейчас еще чуть-чуть обжарится. Говядина жарится буквально 2-3 минуты. Также вы можете этот салат нарезать соломкой, если у вас нет желания, возможности, как хотите. Я делаю такими пластиночками. Говядина так смотрится в блюде. Более красиво. Сейчас вы увидите, что это происходит. Вот, ну и все. Выкладываем наш салат на блюдо. Видите, он... Салат получается темный. Из темных листов салата. Я считаю, что очень здорово, красиво. Сейчас немного оформление. Помидоры чили. Лук зеленый. Тоже можете его использовать для оформления. Все, говядина у нас практически готова. Все уже. Можно выключать духовку. Буховку плиту. Получается, знаете, такой теплый такой цезарь. На вкус, я обещаю, он будет вообще классный. Ну все, сухарей хватит. Сыр пармезан. И чуть-чуть зеленого лука. Все, черный цезарь готов. Приятного аппетита. И добро пожаловать в старый замок. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...